Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Моджинс Плейканал и мы продолжаем проходить Дюну 2000, версия первой PlayStation за Атрейдезов. На очереди у нас пятая миссия, ну что ж, давайте пойдем на нее, она довольно необычная, потому что ее можно очень легко пройти, проспидранить, так сказать, да, и можно пройти ее так, как это задумывали разработчики, но обо всем по порядку, да, посмотрим, как у нас это получится. Итак, задание простое, нам нужно захватить казарбы в Сич-Табре. Согласно донесениям наших шпионов, фримены содержатся в северно-западной части Сич-Табра. Прорвите оборону Харконенов и освободите заложников. Прежде чем начать основной штурм, проведите разведку местности. Наши инженеры должны получить в свое распоряжение нетронутые казарбы. Остальную часть базы можно разнести до основания. Вдобавок ко всему ходят слухи о совершении нелегальных контрабандных операциях в этом районе. Огромная партия контрабанды ожидается в космопорте контрабандистов. Если вы сможете захватить космопорт, прежде чем прибудет контрабандный груз, вы сможете заполучить его и использовать для расходов на военные нужды от рейдесов. Однако, контрабандисты имеют торговых союзников, которые будут помогать им, если вы вмешаетесь. Удачи! Ну, спасибо, она нам пригодится. Кофе со спайсом. Суббат Аль Кухар. Он не отравлен. Вот. Ммм. Вот яд она бы выпила. Она наиб. Командир-смертник и живьем не сдается. Давай, 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 давай. Эх, очаровательно. Она успела себе порезать вены, прежде чем у нее отобрали нож. Мы перехватили донесение Харконненов о том, что остальные ее соратники задержатся на базе Харконненов в Стич-Табире. Захвати базу, но ни в коем случае не разрушай казармы. Герцог решил освободить заложников, чтобы доказать Фременам, что мы их союзники. Та-ди, Аль-Баран, Та-ква. Смерть. Сына свободы. Для нее они уже мертвы. Ну, для нас все только начинается. Ну что, поехали. Разберемся с проклятыми Харконненами. Так, ну вот и все. Рванули. Миссия эта уникальна тем, что она не дает нам, как бы так правильно сказать, возможность строить здания. Да, у нас нет здесь базы. Вообще никакой. Плюс миссия еще уникальна тем, что, ну как бы так правильно сказать, она одна из последних таких простых миссий, которая проходится, ну там, условно, минуток за 20, грубо говоря, да? Ну, за 30, может, за полчасика. И, смотрите, можно эту миссию пройти двумя способами. Первый способ, это способ, каким, собственно, разработчики и задумывали эту миссию. Это прорваться в космопорт. Так, ну, ребята, проезжаем, чего тупите? Это прорваться в космопорт, который на севере находится. Развалить там силы Харконина, которые здесь, соответственно, есть. И таким вот образом... А, так. И таким образом получить большое подкрепление. Но есть и второй способ. Способ спидрана. Он самый легкий, потому что этим способом, ну, типа, вообще изи проходить миссию. Потому что можно проспидранить, как вы правильно поняли, инженерами, которых там здесь дают, да? И этими инженерами можно по левому краю карты, вот по левому краю карты пройти. А, не знаю, видно будет мышку или нет. Не, не видно мышку, к сожалению. Но, короче, можно по левому краю карты проспидранить. А, в левый верхний угол, там, где находится казарма этого сич-табра. И захватить эту казарму. Выполнить миссию буквально за, сколько? Две минуты или около того. Но этот способ, мы сами сделаем, если у вас возникнут трудности при прохождении этой миссии. А, они, конечно, могут возникнуть. Как вы понимаете, миссия непростая, но если знать, как тут чего работает, в целом она не такая же трудная. Так, стоп, а где у нас... Одну секундочку. Где у нас космопорт? Где-то тут должен быть, нет? Где-то тут должен быть космопорт. У нас плохо, что радара нет. Я ни хрена не вижу. Я слепой котенок. Ну, где-то он, короче, тут есть. Он где-то здесь, походу. Ну, давай проверим. Жалко этого, трицикла у нас нет. Давай трицикл сюда запустим. Бэм! Так, лидер контрабандистов, держитесь от космопорта подальше. Да, да, да. А вот и он, кажется, здесь. Да, он здесь, походу. Сейчас разберемся. Отчего нам надо держаться подальше? Так, вас предупредили, теперь вы заплатите. Ну, хорошо, заплатим. А вот и контрабандисты подъехали. На самом деле, контрабандисты те еще суки, потому что они в следующей миссии нам доставят проблем. Но на следующей миссии что-то жить надо. Так, поехали. Нам надо инженерами вот этими двумя космопорт по идее забрать. Но сначала надо развалить контрабандистов. Че они себе тут удумали, да? Думаю, там все можно? Так, парни, давай разбирайся с проблемками. Быстрее. Хорошо. Вот плохо то, что нет этого у нас все-таки. Очень хреново, что у нас нет радара. Я так полагаюсь, но радар всегда. Так, мужики, заходим в космопорт. Сейчас будет веселее. Сейчас танчики будем делать. Ну, собственно, как вы поняли, я прохожу эту миссию так, как задумывали разработчики. Да, то есть как... Опа, контрабанда конфискована. То есть так, как это задумали разрабы. Можно и по-другому проходить. Так, боевые танки. Ну так и... А, на моем эссе дают. Слушайте, я, если честно, ну, очень редко, когда таким способом проходил миссию эту. Поэтому мне даже немножко удивительно, да, что нам тут дают базу. Ну, возможно, строить базы и так далее. Это прикольно. Потому что я всегда эту миссию как бы спидранил. Ибо тут, знаете, типа, как-то особо долго париться не хочется, да. Так, контрабандисты уничтожены. Класс. Типа, в этой миссии как-то церемониться не хочется мне. Ну, никогда мне не хотелось с врагами. Поэтому я всегда проходил ее вот так. Ну, типа, путем спидрана, давайте так скажем. Так, МСЦ. Едь сюда. Йокал МНР. Сколько можно? Там пьяный, что ли, Васильич опять на МСЦ у нас? Леча, я не понял. Так, давай, лучшим тут тоже это делаем. Солдатиков построим. Так, не надо мне тут ничего. Просто солдатиков два сделаем. Так, вот МСЦ сейчас можно развернуть. Давай. О, да, наконец-то сейчас будем строить. Нет, стоп. Давай-ка нам сначала плиты. Сделаем энергостанцию. И потом заделаем... Что нам надо еще? Мне нужен радар. Я без радара как без рук, понимаете? Я как слепой котенок какой-то, честно. Без этого радара долбаного. Так, давай энергостанцию. Все, мужики, вы все тут, да? Ну, в принципе, такими войсками уже можно даже немножко попытаться харконенов подпушить. Ну так, чуть-чуть, самую малость, да? Так, тут у нас еще есть небольшие войска. В целом, как я сказал, это одна из, наверное, последних таких легких... Да, еб твою налево, я случайно. Это, наверное, одна из таких последних легких миссий. Потому что следующие миссии дадут просраться. Так, а где мой харвестер? Ага, здесь. Слушай, интересно, я это место выбрал. Очень интересное. Обучение. Так. Вот и плюс электроэнергия. Погнали плиты строить. А, червь. Что, это хреново? Нам тут червь не нужен. Давай отъедем. Так, а где бы мне построить этот, не космопорт? Блин, тут места мало, конечно. Да, тут я нихрена не построю. Ну, давай снизу попробую. Хочу построить радарную станцию. О, вот здесь сделаю ее. Шикарно. Идеальное место. Слушай. Да, то, что нужно. Давай сюда. О, нам танчик дали. Нам тут танчик дали. Спасибо. Я как бы не против. Мы всегда рады подкреплением. Ну, тем более харкони нападают. Мерзкие красные создания. Так. Блин, у меня какая-то небольшая проблема с этим эмулятором, на самом деле. Я думаю, вы слышите, это и в звуке отображается, и... Немножко в затупе управления у меня, да? Потому что у меня немножко тупит управление. Я не знаю, вам это не передать. Он мне не знает, как с одержкой чуть-чуть работает. На консоли такого, естественно, нет. Но, как я сказал, мне проще через эмулятор играть, чем подрубать консоль. Консоль подрубать, это классно. У меня и приставки... Приставка захвата вроде как есть, да? Все шикарно. Но это не то. Это не так интересно. Типа, ну... Не так просто. Это сложнее. Так, ну все шикарно. А, у нас космопорт появился, кстати, да? Оу, мамма миа! Сколько всего классного! Так, осадные танки... Ну, обычные танки. Ракетные танки. Осадные танки. Раз, два. Трайк давай, раз, два. Заказывай. Так, ну, надо подождать время. Они там сколько-то минут едут к нам? Минуты две, три. Или около того. О, да, наконец-таки радар. Так, ну сейчас заживем хотя бы. А то я без радара, как без рук, если честно. Вот серьезно. Вы можете быть с меня смеетесь, да? Или будете смеяться. Кстати, еще неплохо было бы этот харф заказать. Ну, мне реально удобнее, когда у меня есть... О, турели появились. Мне реально удобнее, когда у меня есть... Собственно... Радарчик. Намного удобнее. Так, минус три там или что она сказала? Походу, минус три, да. Так, давай здесь поставим турельку. Ну, по приколу. Просто хочу. Вот, вот, вот хочу. Хочу турель, давай. Тем более, харф там поехал. Сейчас тут еще войска выйдут у нас. И пойдем пушить. Так, нам нужны, наверное, еще инженеры, да? Да, дорого стоят, суки. Ну, давай. А тут вот один еще с нами есть инженерик. Его бы как-то одного так аккуратненько выделить. Но это из-за особенностей консоли очень сложно сделать. Типа, попробуй наведись инженера, да? Тяжко. Так. Ну, вот, если что у нас тут, запасной инженер. Нормас. Так, сейчас подхлеба приедет. Так, ребят, давайте вы, наверное, по технику будете сюда выдвигаться. На вот эти поля. Поля с пряностью. А отсюда мы сейчас будем делать небольшой пуш тоже влево. С двух сторон пойдем. Кстати, я сейчас вам покажу путь спидрана, да? Ну, не совсем путь спидрана, но, типа, где вот можно прорашить, с какой стороны можно прорашить на базу харконенов. То есть, вот по вот этому левому краю вот тут вот можно проехаться аккуратненько. Что там такое? Ага. Солдатики. Харконенов. Тут, тем более, видите, есть место хорошее, где вот пехота проедет. Пройдет, точнее. И вот там вот можно аккуратненько пройти. И все сделать по красоте. Так, тут уже нападут. Ну, они, типа, пытаются нас нападать, но смысла я особо большое лично я в этом не вижу, да? Вот и подкрепа наша подъехала. Шикарно. Сейчас развалим. Так, это что такое? Танки. Нихера себе, ребята. А подкрепа бы тут пригодилась. Они ко мне на базу пойдут или так? Интересно. Не, они просто стоят. Ладно, хорошие танки. Побольше бы таких. Так, мужички, ваша задача поехать сюда. Давай-ка глянем. Не, харф заказать нельзя. Обидно. Я бы хотел харвеста. Типа, ну а почему бы нет, собственно, да? Космопорт же как-никак. Тем более, космопорт, кстати, мы сможем в следующих миссиях строить сами. Опа. Вот это хреново. Там деньги будут у нас сегодня или как? Так, а он справится, интересно, или нет? Нет, надо вторая тройлька. И, наверное, ракетчиков парочку. Чини, 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 все правильно. Так, там заруба идет. Ну что, мужики, давайте, наверное, немножко пушанем, да? Базу харкулинов. А то что, им можно, а нам нельзя? Поехали сюда. И тут давай проедемся. Тут тоже, видите, они везде, эти харкулины, просто повсюду. Мерзости. Ну и тут база уже. То есть вот это вот место, где можно пролезть аккуратненько к ним на базу, и не только на базу. Вообще можно аккуратно все сделать и зарешать. Ну так, если кто, кто вдруг не знал, да, место, где можно пролезть к ним на базу, и аккуратно все сделать. Так, давай базу разваливать им. Да не стенку, е-мое. Вот это да, в версии для PS1 меня тоже немножко кубарит. Когда объекты сверху, как-то хреново выделяется. Реально хреново. Так, ну все хорошо? Да, нормально. Воюем. Нам надо сейчас просто базу харкулинов развалить аккуратненько. Вот так. Так, тут танки мои почему-то херней страдают. Куда ты поехал, дурак? Вот реально дурак какой-то, а не танк. Вот придурок на танке, серьезно. Риви, придурок. Так, давай сюда, парни. Жесть! Вообще не можем пройти нормально. Хотя армия у них не слабая, да, вроде, казалось бы. Ну, казалось бы, им надо просто развалить базу здесь, и все на этом. А мы страдаем херней. Вещи навестись на противника я не могу нормально. Давай, 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 работаем, парни. Так, заезжаем к ним на базу. Где-то у них же тут должен быть этот, стрельный центр. Да, командир. По-любому. Так, парни, энергостанции тоже сносите им. Тут еще парни наши должны быть. Да, вот они. Готовы, командир. Давай, заходите наверх. Тупо рашки вперед. Мне насрать, рашки. Готовы, командир. Да, путь спидрана, наверное, даже легче намного. Так, ладно. Тут тяжко воевать. Готов, вперед. Так, этого задавить надо. Нам не нужен живой аркетчик. Тут тоже давай проедемся. Так, парни, едем дальше. Блин, танки, танки. Мы теряем танки. Самое святое, что у нас есть. Так, ну в целом неплохо. Прям очень даже неплохо. Пошунули базу. Это на самом деле такой, знаете, очень опасный был план. Так атаковать базу. Но, тем не менее, вроде даже получилось. Слабенько, но получилось. Жалко, конечно, сейчас всех юнитов потеряем. Но, с другой стороны, мы сейчас сильно урежем армию врага. То есть, сейчас эти производственные здания еще и посносить все. Будет вообще шикарно. Сейчас посносить ему еще реально производственные здания. И харвестеров, да, вот этих вот. Ну, здание добытчиков. И все? У них остается только казарбы сверху. А, сопу них тут МСЦ, да, еще? Да, да. Так, а ну-ка, давайте попробуем главную базу развалить. Так. Да развали ты его, е-мое. Ага, у них тут главная база. Слушай, реально интересно. Е-мое, а тут что происходит? А тут жопа. Пацаны, помогай. Ну-ка, погиб. Интересно тут, да, все происходит? Капец, они решили в All-In пойти. Так, ну, просто, видимо, казармы тут делать. Такими темпами, я, ну, конечно, пока я ломал базу врагам, враги ломают базу мне. Так, обнаружены враждебные войска наемников. Где, интересно? Пока никого не вижу. Так, ну, во всякий случай, казармы здесь, думаю, заделаем еще. Чтобы инженера отсюда позвать. Давай попробуем. Блин, как же я немножко сейчас туплю, это капитально, да? Зато интересно. Миссис нос интереснее. Правда, жалко вот МСМ мне развалили. Так, ну, теперь давайте сделаем по-красивому, да, все? Не, давай нафиг вот эту штуку. Ща пойдем валить их. Так, строимся здесь, все правильно. Сейчас забабахаем кучу инженеров. И пойдем по левому флангу. Есть тут, правда, у нас сверху проблема, да? Там наемники идут нам. У-у-у-у-у. Жесть. Да, короче, путь спидрана самый, наверное, классный получается. Самый легкий, да, если так сказать. Прямо легче его не бывает. Типа, если идти не по пути спидрану, то я даже не знаю. Что делать и как? Просто не знаю, но это невозможно. Да, тяжко. Так, ну, поехали. Дорогая, я снова тут. Погнали по пути спидрана, значит. У нас тут есть интересные войска уже на базе. Вот ими давайте и сработаем. Так, и мне нужны инженеры. У нас тут даются два инженера всего, их маловато. Нам надо побольше. Сейчас будем пытаться делать так, чтобы у нас было больше инженеров, но надо сначала улучшение сделать. Да, давай улучшение казарм. Так, сейчас все войска, какие у нас есть, берем с собой и везем туда. Собственно, на передовую. Ждем казармы улучшения. Делаем еще одного, а еще лучше даже двух инженеров. И тогда ломимся на харконенов. Это наша священная сейчас миссия про спидранить, потому что, ну, спидран, конечно, тоже довольно, знаете, хоть и легкий, в каком-то плане. Типа путь спидрана легкий, да, казалось бы, но с другой стороны, им тоже надо уметь пользоваться. Вот я сейчас уже не знаю, какой рестарт делаю, но путь спидрана не такой уж и простой, как им может показаться на первый взгляд. Типа он легкий, да, это путь для тех, кто хочет миссию пройти, вот, особо не парить. Но и этим путем тоже надо уметь пользоваться. Так, надо несколько инженеров сделать, чтобы хоть кто-то пробился к баракам, потому что не все могут пробиться туда. Ну, вот штук пять инженеров, думаю, достаточно будет. Трециклов надо как можно больше, конечно. Сейчас вот инженер выходит, и мы побежали. Все, четыре инженера, думаю, хватит. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Так, давай еще одного запасного сделаем, который будет сзади бежать. И затем делаем солдатиков и... Трециклы. Солдатики, трициклы. Все, мужики, выйдете тоже с нами. Так, погнали. Все идем налево. Мы будем максимально неверными. Идем налево. Так, давай, ребята, все сюда. А там потом разберемся. Сейчас еще трициклы немножко подгоним к нам. Солдатов уже... Ну, солдат обычно их не смысл подгонять, а вот трициклы можно. Типа трициклы довольно быстрые, они тут инженеров подгонят, если что. Или техников, как они правильно там называются. Ну, инженеры, да, собственно, инженеры, все правильно. Так, тут уже какие-то придурки по нам стреляют. Давай их проучим, а то что они себе тут удумали. Так, хорошечно. Ну, кстати, можно оставить этих пацанов и здесь. Они, типа, будут тыл прикрывать, получается. Так, трициклы. Давайте, ребята, с нами. Ну, вот этой толпы, думаю, в принципе, хватит, чтобы сделать брешь в обороне противника. И затем прорашить инженерами, собственно, победив в этой миссии. Ну, здесь основная задача, как вы поняли, это не захватить там космопорт и так далее. Ну, как бы это надо тоже сделать. Но для того, чтобы выиграть в миссии, нам, по сути, надо, ну, просто, как это водится. Наша задача, это просто захватить казармы. И все. То есть там не обязательно прям бежать до космопорта. Можно, конечно. Но, как видели по предыдущим, там, скольки, там, 20 минутам или около того, да, у меня не очень получилось миссию пройти. Ну, надеюсь, спидран хоть удастся. Так, поехали. Войск достаточно? А сохраняться, интересно, можно тут во время миссии или нет? Не, нельзя. А было бы прикольно. Я бы сейчас засовывался и попытался, чтобы, знаете, заново не переигрывать, чтобы сразу с этого момента играть. Так, ребята, все, идем все наверх. Инженеров до хрена должно хватить. Поехали. Так, начинаем кошмарить врага. Ваша задача кошмарить врага. А вот вы, ребятушки, тупо бежите вот сюда, налево. Хорош. Так, трициклы разваливаем. Кстати, немножко солдат можно и сюда. Знаете, как-то прорваться вот сюда. Чтобы свести опасность до минимума. Ну, плюс там еще башня небольшая, мерзкая, которая будет намешать. Вот ее бы тоже неплохо было бы как-то убрать. Ну, кстати, вот таким способом можно, знаете, прорваться сюда, вот уничтожить им МСЦ. Ну, или как она, правильно, называется? Главную базу, грубо говоря. То есть, таким образом можно уничтожить им главную базу. И... или захватить. И, по большому счету, тоже вторым способом, типа, выиграть миссию. Ну, типа. Вот, кстати, забрали им, да? Продаем его. Типичный раш инженерами. Так, мужики. Заходим, заходим, заходим. Давай, быстрее, не тупим. Юнит потерян. Отлично, миссия выполнена. Все. Наверное, самая легкая миссия, которая вообще здесь есть в этой игре. Но, опять же, эту миссию тоже нужно уметь проходить. Эту миссию тоже надо чувствовать, грубо говоря, флоу этой миссии, так называемой. Не все так просто. Но, тем не менее, вот вам, грубо говоря, способ, как ее можно легко пройти. Тупо спидраном. Но, если хотите, можете, в принципе, с Харконинами здесь и пободаться. То есть, можно захватить космопорт. Можно попытаться накопить кучу войск. И попытаться как-то нахрапом взять базу. В принципе, у меня, как вы видели в этом видео, практически это получилось. Я бы там много зданий посносил. Но нужно было, знаете, как-то вот, может быть, тоже по левому краю аккуратно прорашить. Уничтожить им МСЦ. Или захватить им МСЦ. Нижней армией, какая у меня была. А правой армией, которая у меня была, собственно, на космопорте. Да, можно было этой армией отвлечь на себя внимание противника, пока я разбирался с МСЦ. Ну, со строительной площадкой, главной базой. Можно было и так сделать. Но, опять же, переигрывать эту миссию я вряд ли буду. Потому что она пройдена. Все просто. Так что, мы с вами продолжим прохождение Дюна 2000 за трейдерсов уже в следующем видео. Так что, если вы впервые на канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. Ну, и не забывайте про ссылки в описании. Заходите к нам в Дискорд, в группу ВК, ну, и на Твич. Заглядывайте тоже. Мы там стримим всякое стратегическое. И не только. Ну, а мы с вами увидимся в следующей миссии этого прохождения. Которая будет очень длинная. То есть, миссия следующая очень длинная. На час так точно. Так что, не переключайтесь.